В Рязанском центре науки, традиций и искусства на улице Крупской открылись первые выставки. Одна из них рассказывает о Рязани эпохи социализма. Экскурсию для нас проведет и расскажет о некоторых экспонатах, заведующая сектором хранения и изучения вещественных памятников Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Марина Александровна Котова. Выставка, которую мы представляем сейчас вниманию зрителей, для музея и для меня очень важна в том смысле, что большинство произведений, которые здесь на выставке представлены, в экспозиции, это произведения, которые наши зрители, даже сотрудники музея, многие, увидят впервые. На протяжении нескольких десятилетий произведения, живописи, графики, скульптуры собирались в музеи, создана целая коллекция, но, к сожалению, популяризировать эту коллекцию было очень трудно. Не хватало площадей экспозиционных. И вот замечательная теперь возможность, когда есть у музея вот такой фериал великолепный, дало нам повод и счастливую возможность показать произведения рязанских художников, и не только рязанских художников, которые хранит Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Почему решили сосредоточиться именно на произведениях советской эпохи? Ну, потому что здание само Центеи построено в начале 80-х годов, ну и потому что это очень яркая, такая мощная страница в истории нашего города. И вот сама концепция выставки, она заключена, может быть, в самом названии. «Грани сопричастности. Труд, творчество, человек. Рязань в эпоху социалистического строительства в произведениях художников». И, ну, кроме произведений художников, мы решили дополнить экспозицию черно-белыми фотографиями Рязани, которая показывает как раз эпоху тоже строительства мощного и жилищного, и промышленного строительства. Это фотографии конца 40-х годов, фотографии, где показаны автобусы возле здания теперешнего здания правительства, который, ну, прямо соседствует с живописным произведением «Пуск первого троллейбуса», автором которого является художник Лисаков. Ну, прямо реплика такая, живописное произведение и черно-белая фотография. Нужно сказать, что первый троллейбус в Рязани был пущен в 1949 году. И первая линия троллейбусная пролегла от вокзала Рязань-1 до Ямской площади, площадь которой теперь называется Театральной. Здесь видно, как граждане, жители Рязани встречают первый троллейбус на площади Ленина. Вот так выглядела в то время наша главная площадь. Перед нами жизнь семьи знатного рабочего завода Рязельмаш Ивана Михайловича Трушкина. Ну, и тут любопытно рассматривать каждую деталь. Наверное, каждый из людей, скажем так, моего поколения когда-то писал сочинение по картине. Мы писали сочинение по картине Решетникова «Опять двойка» или по картине Репина «Не ждали», ну и по многим другим. Вот здесь можно написать целое сочинение о жизни, досуге вот этого замечательного человека. Ну, нужно сказать, что Рязельмаш – это старейшее предприятие Рязани, и долгое время особо пристальное внимание было именно к работе этого предприятия. Вот Иван Михайлович, знатный рабочий этого завода, живет состоятельно, я бы сказала, даже богато, потому что есть патефон, есть ковры, есть игрушки вот такие для девочек. Ну и, конечно, непременное присутствие фотографий вождей Ленина и Сталина. Работа написана в 1954 году, ну еще до развенчания, понятно, культа личности Сталина, поэтому понятно, что в доме обязательно присутствует и портрет Иосифа Виссарионовича. Ну, для многих рязанцев, наверное, будет удивительно, прочитав на этикетке название строительства драматического театра в городе Рязани. На самом деле трудно себе сейчас представить театральную площадь, а это начало 60-х годов, то есть не такой уж большой и отдаленный период времени от нас. Вот это строительство драматического театра, рядом еще стоят вот такие развалюхи, можно сказать, дома, которые потом были снесены. И вот уже по первым посетителям мы видим, как любопытно просто рассматривать эти фотографии, узнавать места, которые, ну, казалось, ну как их можно не узнать. Как, например, застройка улицы Карла Маркса, Преокский поселок, да, ну, попробуйте вот сейчас сопоставить, как это было. А есть, кстати говоря, живописное произведение, Преокский поселок, тоже конец 40-х годов. Пойдемте, я вам покажу его. В этой выставке, мне кажется, важным это не только обращение к произведениям, которые долгое время, ну, хранились в запасниках, не показывались. Мы еще вспоминаем многих художников, чьи имена незаслуженно забыты или вспоминаются тоже, ну, не всегда, или, может быть, фрагментарно. Ну, в том числе, вот, например, работа художника, рязанского художника Хохлова, вот Лисакова, о котором мы с вами говорили. Вот магазин 54-го года со всеми, так сказать, подробностями и витриной, и вот люди тоже можно, ну, где-то наивности какой-то художника посмеяться, я не знаю, где-то разделить, поулыбаться. Но, тем не менее, вот характерное произведение соцреализма. Теперь у нас есть возможность не только популяризировать коллекцию живописных произведений, ну, и произведений скульптуры, графики, естественно, но и из небытия как бы извлечь имена художников, которые, ну, на мой взгляд, где-то незаслуженно забыты или вспоминаются не так часто, как того хотелось бы.